Всем привет! В SCP есть объект SCP-1867, моллюск, который считает себя человеком. И не просто человеком, а великим путешественником, собирателем аномальных диковин, и просто замечательной личностью лордом Блэквудом. Про Блэквуда на сайте SCP есть немало довольно занимательных рассказов, но в этом видео речь пойдет не о них. В этом видео я расскажу историю Томаса Теодора Мерлина, того самого человека, с которого был скопирован образ Блэквуда в SCP. SCP-1867 сообщил исследователям фонда, что в Лондоне у него есть особняк, в котором лежит множество удивительных диковин, которые точно поразят воображение сотрудников SCP. Прибыв на место, работники фонда нашли огромную библиотеку, коллекцию неизвестных науке существ и множество предметов, которые невозможно даже описать. История Томаса Мерлина начинается примерно так же. С того, что власти Лондона собрались сносить старый особняк, ведь в нем давно никто не жил, и он начал рассыпаться. В его подвалах была найдена огромная библиотека и коллекция предметов, каждый из которых оказался по-своему удивителен. Даже слишком удивителен, потому что в этой коллекции были скелеты драконов, фей, останки вампиров и многих других мистических существ. А также магические книги, различные зелени с невозможными свойствами, оружие как будто взятое из фэнтези книг и игр. Как любят говорить сторонники теории заговора, предметы не вписывающиеся в научную картину мира. История самого Томаса Мерлина звучит еще более нереальной, ведь он родился в 1782 году, и его приключения описываются вплоть до 1942, после которого он просто пропал и больше его никто не видел. Но мы-то знаем, что он превратился в моллюск и содержится как SCP-1867. Но мне стало интересно, откуда эта история вообще пошла. Найти ее источник оказалось довольно просто, ведь впервые Томаса Мерлина начинают искать в гугле в декабре 2011 года. То есть до этого никого не интересовал чувак, проживший больше 160 лет, собравший коллекцию вампиров и драконов, по легенде объехавший весь мир, устраивавший демонстрации предметов своей коллекции и вообще бывшей большой знаменитостью. Короче, придумал историю Томаса художник Алекс Ков. Его личный сайт сегодня удален, но из интернета ничего не пропадает, как известно. И этот сайт можно читать, используя Wayback Machine. Так что пришло время очередного сеанса интернет-археологии, ведь интернет сам себя не раскопает. Появился сайт Алекса Ков в 2008 году и начался с того, что на нем автор показывал свои фигурки в виде скелетов диковинных существ, которые продавал разным музеям и коллекционерам современного искусства по всему миру. За весьма немалые деньги, кстати, продавал. Всего за два года такой деятельности он купил себе дом в центре Лондона. Итак, почти два года он просто делал фигурки на продажу, но в конце 2009 года он начал придумывать про свои предметы истории. Начинаются они с того, что получив большое наследство от отца, Томас Мерлин начал собирать коллекцию криптидов, неведомых монстров, населяющих планету. И похоже, что в мире, придуманном Алексом Ковом, всяческие монстры настолько распространены, что особенно никого не удивляют. Первой его находкой стало неведомое морское чудище, попавшее в сети рыбаков. Когда Томас Теодор Мерлин увидел морского монстра, он понял, что вот оно, его призвание и дело всей его жизни. В 1836 году он уже самостоятельно поймал монстра, похожего на паука. А уже в 1876 году им был пойман аж целый дракон. В последующие годы он увлекся ловлей летающих мимиков, так в этом мире называются феи. Их он наловил особенно много. Мумифицированные и скелетизированные феи составили чуть ли не большую часть существ его коллекции. Вот такой добрый сказочный сюжет. За много лет этот набор мумифицированных чудовищ набрал 78 экземпляров. Там были и морские монстры, и лекантропы, и оборотни, вампиры, различные мимики, то есть существа, притворяющиеся чем-то иным, и многие другие. Но в 1890 году это занятие ему наскучило. Он решил привнести в свою жизнь чего-то новое, и решил начать собирать страшные мистические артефакты древних. За первым таким он отправился в безымянный город, где сам древний колдун Аль-Хазарет оставил книгу, посвященную древним божествам Бездны. И вы, наверное, уже догадались, к чему всё идёт. Разумеется, для лорда Блэквуда, вернее для Теодора Мерлина, не составило труда её найти, но это был только первый предмет от тёмных богов в коллекции. Пока Теодор путешествовал в арабских песках, где-то на северном полюсе экспедиции археологов обнаружили древний город, принадлежавший к неизвестной цивилизации из далёкого прошлого, которая существовала многие миллионы лет назад. Однако эта находка не приносит учёным ничего хорошего. Члены экспедиции начали сходить с ума, и немногие вернулись из опасного похода. Археолог Уильям Тайр, один из немногих, кому повезло вернуться оттуда, отдал все свои находки местному собирателю аномальных предметов. Им оказался сам Теодор Мерлин, с одним лишь условием, чтобы больше никогда ничего подобного не видеть. Теодор, конечно же, был не из тех, кого какие-то там древние штуки могут свести с ума. Он начал смело вскрывать огромные деревянные ящики, и среди них нашёл статуи божества, которому молились жители древнего города. И существом этим был Ктулху. И таким нехитрым образом мы узнаём, что дело как бы происходит в мире мифов о Ктулху Говарда Лавкрафта. Ну а чё бы и нет. Отдельный привет всем тем людям, которые рассказывают о Теодоре Мерлине как о реальном человеке. Таких очень много на ютубе, кстати. Веришь в Теодора Мерлина? Верь и в пых нагнули глав нагр, ктулху рельеф в гар, нагл в таган. Итак, Теодор извлекал из ящиков скелета невообразимых монстров, древние книги и ужасные карты. Из последней он узнал, что на планете некогда было множество фортов и поселений этой цивилизации. После длительных поисков где-то в Азии, Мерлину удалось найти древнюю крепость, но в ней ему встретились не скелеты и ветхие артефакты, прибыв на место он застал страшный ритуал, который устроили культисты древнего божества ктулху, чтобы пробудить спящее божество, используя магические артефакты из своей коллекции, современное оружие, а также свой блестящий ум. Теодор легко побеждает этих мракобесов и монстров, которых они успели вызвать, и захватывает множество замечательных предметов, которые пополняют его коллекцию. Быть может, Теодор спас мир от вторжения древних богов и ктулху, но тогда его волновали только новые экспонаты, которые можно будет расставить в своем роскошном особняке. Одним из таких предметов оказался труп существа, похожего на самого ктулху. Теодор поставил мертвое древнее божество на самое видное место. Это замечательный трофей. Но что более важно, он захватил панакотические манускрипты, которые часто упоминаются в книгах самого Лавкрафта и вообще играют важную роль в мифах о ктулху. Заканчивается история Теодора тем, что он встречается уже с самим Лавкрафтом и рассказывает ему о своих приключениях, а тот просто записывает их в своих книгах. Как вам такой поворот? После этого Теодор Томас Мерлин пытается заниматься благотворительностью, но никто не хотел от него ничего принимать. Дело в том, что в 1942 году, когда ему было уже 160 лет, он выглядел максимум на 40. Люди подозревали, что он увлекается чёрной магией и очень боялись. Но бояться им пришлось недолго, ведь в том же 1942 году Мерлин бесследно пропадает. Теодор, с которого был срисован осипишный Блэквуд, кстати, не единственный персонаж Алекса Кофа. Есть, например, польский натуралист Павловский, который по сюжету, исследуя тропические леса, нашёл вот этого гриба-монстра, который умел маскироваться под различные предметы и нападал на тех, кто к нему подходил. Есть ещё итальянский священник по имени Абрама, который, используя вот такое вот оружие, охотился на вампиров и оборотней в Америке. Про оборотней, кстати, есть отдельная коллекция предметов, которую Алекс изготовил и распродал в 2012 году. История Абрама продолжилась, когда он перевёл книгу древнего вампира, которую получил во время одного из походов. Из неё он узнал, что под землёй существует серия тоннелей, где спят древние гули и суккубы. Сам текст, кстати, подозрительно похож на SCP-2191, что как бы намекает, что из творчества Алекса Кофа в SCP переехал не только один лишь Блэквуд, то есть Теодор Мэрлин, конечно же. Про Абрама и его охоту на вампиров-оборотней есть довольно много историй. Ну и в целом, в историях Алекса упоминается примерно десяток персонажей, среди них даже восставший из мёртвых Распутин. Но видео не о них. Вернёмся к Блэквуду. Развивая лорд Теодора, Алекс Коф написал книгу под названием «Many Dead Things – The Species of Lord Merlin», найти которой в электронном виде мне не удалось. Судя по всему, книга была напечатана очень малым тиражом, всего 100 копий, и разошлась по частным коллекциям. Вот уж, что бы мог продавать им кит на самом-то деле. История о Томасе Мерлине и о всех других персонажах Алекса, по всей видимости, так понравилась покупателям диковин, что в 2013 году автор анонсировал второй сезон. Вышло несколько историй о том, как Мерлин ловил и исследовал различных фей. В частности, он поймал зубную фею в США. Несколько образцов собрал во время своей экспедиции по Амазонке. Появляются и новые персонажи, например, Тирадан Стрей, который также устраивал экспедиции в окрестности Амазонки и исследовал там руины древних цивилизаций. Выходит немало историй и про старых знакомых, про того же Абрама, священника-охотника на вампиров и оборотней, где он гоняется за самым главным вампирским божеством. Но главное, это то, что во время одной из своих экспедиций Томас Мерлин нашел предмет под названием Алабаст, жертвенный нож, дающий владельцу возможность видеть и даже перемещаться через разные слои реальности. Рассказ про Алабаст, к слову, довольно большой. Начинается с того, что этот мистический предмет сначала заставляет Мерлина видеть яркие, осознанные сны, в которых он общается с различными сущностями. А в конце он при помощи этого артефакта уже путешествует сквозь время и пространство, заглядывает за границы вселенной, открывает для себя, что миров существует великое множество. И похоже, в этот момент пропадает в своем мире. Для интересующихся оставлю ссылку в описании на рассказ. Быть может, после этого он и пропал в своем мире и появился как моллюск в мире SCP. Выглядит логично. Позже Алекс попытался создать в Лондоне постоянный музей для своих существ, но на удивление не собрал даже 15% от нужной суммы. Похоже, эта неудача демотивирует автора, и он довольно долго не пишет новых постов, а потом и вовсе закрывает свой сайт. Вскоре появляется новый ресурс – музей криптидов Мерлина, который работает и по сей день. На нем-то и представлена та самая история, которую любители теории заговоров часто пересказывают как что-то реальное, про то, что в Лондоне был найден особняк с коллекцией останков монстров. К слову, на сайте есть далеко не все истории с оригинального сайта. Например, там нет упоминания лавкрафтовских приключений Мерлина. Также ничего нет и про артефакты лабаст. По большей части остались только истории про монстров. Такова реальная история Томаса Теодора Мерлина, получившего в SCP имя Лорд Блэквуд, созданные Алексом Кохом фигуры различных удивительных существ, снабжённые интересными историями, вдохновлёнными книгами Говарда Лавкрафта и разошедшиеся по частным коллекциям, объединённые одной историей, а собиратели всего неведомого Томаса Мерлине. При этом существа эти нередко используются поехавшими криптозоологами для доказательства своих безумных теорий. В интернете можно найти десятки видео, где люди, используя изделия Алекса, строят целые теории. Мир безумия куда ближе, чем вы думаете. Всем пока!